Привет, друзья! Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки! Сезон ягод в разгаре! Я сегодня покажу и расскажу, как приготовить настоящие украинские полтавские вареники на пару, без пароварки. Большие, пуховые, мягкие, очень вкусные. Посмотрите, какие они, как пирожки! В общем, друзья, приготовить их несложно, соблюдая несколько нюансов из этого видео. В описании найдёте количество ингредиентов. Самое главное, тёплый кефир. Его нужно слегка подогреть на плите до чуть тёплого состояния. Выливаю его в миску, добавляю соль и сахар. Перемешиваю венчиком. В два приёма просеиваю муку и буду замешивать тесто. Во вторую часть муки добавляю чайную ложку соды, перемешиваю, просеиваю и замешиваю тесто вначале венчиком, а затем уже руками буду собирать его. Долго вымешивать не нужно, достаточно, чтобы тесто собралось в один комок. Оно очень липкое. Внимание, муки больше ни в коем случае не добавляйте, лишь только указанные мною пропорции. Посмотрите, какое тесто должно быть. Рука у меня вся в нём, но так и должно быть. Накрываю пищевой плёнкой, оставляю отдохнуть на 30 минут. Это очень важно. А пока подготовлю ёмкость для варки вареников. У меня это обычная кастрюля, у меня нет пароварки. Я налила в неё воды примерно до половины и обвязываю марлей. У меня такой дежурный отрезок марлей, который я использую всегда, когда нужно что-то приготовить на пару. Обвязала резинкой или каким-то жгутиком, канатиком, лишней части. Подбираю так, чтобы было безопасно ставить на плиту. И ставлю, пускай закипает вода. Полчаса у меня уже прошло. Я насыпаю муку на поверхность рабочую и выкладываю тесто. Оно уже стало более эластичное, но всё равно прилипающее. Для того, чтобы было удобно работать, я его щедро посыпаю мукой. Но долго тесто уже не вымешиваю. Просто формирую шарик, который буду делить на две части. Сначала делю на две части, потом ещё на две. У меня получается четыре части теста. Три из них я пока убираю в сторону, накрываю пищевой плёнкой, чтобы они не заветрились. А с одной буду работать. Тесто очень мягкое, ну прям такое нежное-нежное. Из одной части теста формирую колбаску и делю на шесть частей. Из одной колбаски у меня получается шесть вареников. Ну, соответственно, всего будет 24 штуки. Но я их делаю большими. В принципе, классические вареники, они не должны быть такими прям маленькими. Ну и так, знаете, взял в руки и наелся. Тем более, сегодня у меня вареники с вишней. Кладу вишни много. И так, чтобы помещалось, то делаю такие большие лепёшечки. Я не использую даже скалку, потому что тесто очень нежное. Оно формируется очень просто. Поэтому так руками лепёшечку распластываю. Кладу вишни примерно по пять штучек. Чайную ложку сахара и очень хорошо защипываю. И вот такой вот вареник у меня получается. Я формирую по четыре вареника, потому что у меня на мою кастрюлю как раз помещается на один раз четыре штуки. Сразу все вареники формовать не нужно, потому что они могут потечь. Поэтому так, пока варятся четыре штуки, буду формовать другие четыре. И такие вареники, конечно, можно приготовить абсолютно с любой начинкой. С клубникой, со смородиной, с чем угодно. А также с мясной начинкой, с творогом. В общем, друзья, тесто универсальное. Обязательно его используйте. Тем более, что очень всё это просто делается. Стоит лишь приловчиться. Можно также, если с клубникой, например, будете варить вареньки, то внутрь не класть сахар, чтобы клубника не потекла. А просто посыпать сахаром потом вареньки сверху. Выкладываю по четыре штуки. Обязательно на расстоянии, потому что вареньки очень хорошо поднимаются. Накрываю крышкой и варю ровно пять минут. В это же время параллельно я растапливаю сливочное масло, так как поливать вареньки буду именно растопленным маслом. Пока у меня варятся первые четыре варенька, я буду формировать остальные четыре штуки на следующую партию. Очень приятное тесто в работе. С ним очень легко и просто всё из него делать, лепить. Поэтому, друзья, обязательно пробуйте, пишите отзывы в комментариях. Надеюсь, что этот рецепт вам пригодится. А если вы никогда не варили паровые вареньки, то с этим рецептом у вас точно всё получится. Первая партия у меня готова. Ещё обращаю ваше внимание, что сильно тонко распластывать лепёшечки не нужно, потому что они могут в итоге потечь. Вот видите, как у меня один варенчик немножко прорвался. Но ничего страшного. Сразу же вареньки поливаем растопленным сливочным маслом и отправляем следующую партию вариться. Сильно близко друг к другу не кладите вареньки, потому что они во время варки могут слипнуться. 4-5 минут и всё готово. Посмотрите, друзья, какие вареньки получаются. Большие, мягкие, нежные, пуховые вареньки. Начинка сочная. И она, кстати, не очень не течёт, потому что тесто такое, знаете, оно как бы немножко в себя вбирает. В общем, это очень вкусные вареньки, которые обязательно нужно приготовить в летний сезон. Приготовьте, напишите отзывы в комментариях. Я думаю, что вам обязательно понравится. Всем желаю мира и добра. Пока!